Неподалеку от села Рощино расположился поисковый лагерь Дальневосточный фронт. Сейчас там находятся десятки активистов из различных регионов страны, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Накануне проведения реконструкции лагерь посетил губернатор Валерий Льмаренко, который высоко оценил работу поисковиков. Почему это дорого для каждого россиянина? Потому что это фактор, который укрепляет Россию, потому что этот фактор напоминает всем нам и особенно молодежи, что мы сыны великой державы. Реконструкции штурма полицейского поста Хандаса проводились и раньше, но впервые организаторам удалось добиться максимальной приближенности к реальным событиям. Для бойцов обеих армий закупили форму. Советские солдаты вооружены охолощенными винтовками и карабинами Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева, ручными пулеметами Дегтярева. Реконструктор Александр Александров оценил плюсы и минусы японского обмундирования. Рассказывает, что японская винтовка Арисака довольно проста в обращении, а форма удобна для носки, но хуже держит тепло. Есть такие национальные особенности Японии. То есть все на завязочках, то есть шлем с большой тесьмой на завязке, который надо правильно продеть, чтобы его завязать. С одной стороны это неудобно, с другой стороны шлем сидит как влитой. Штурм полицейского поста стал знаковым событием в войне с Японией на островах. Именно с него началась южно-сахалинская наступательная операция. До этого были разведвыходы, да, были там ранены, даже есть у нас убитый один во время одного из выходов разведчиков. Ну вот в рамках официального, скажем так, начала южно-сахалинской наступательной операции, после того, как наши войска перешли границу, это был первый серьезный бой, в котором применялась танки, артиллерия. Во время штурма советские саперы восстановили мост через реку, но главные удары командование нанесло с флангов. Доты забрасывали гранатами. Всего наши войска потеряли более 50 человек. Потери японской стороны – около 20. Такое соотношение объясняется тем, что солдаты императорской армии были защищены укреплениями. Многие из них имели боевой опыт во время войны с Китаем. Наши бойцы такого опыта не имели. Мы не восстановили минное поле, эскарб противотанковый. То есть это было действительно твердыня неприступная. Здесь еще 12 дотов было. Это только 100 человек. Вот это место обороняли. Несмотря на окружение, японские войска смогли прорвать кольцо и выйти к своим основным силам. Но важный опорный пункт оказался утерян. Над Хандасой стало развиваться Красное Знамя. Хабаровчанин Олег Кочетов – единственный, кто штурмовал доты в стальном нагруднике. Шутит, что он ему достался, как самому молодому. Особенно через ров. Я через ровно перепрыгиваю, соскальзываю, потому что брусчатки, и обратно в него падаю. Я из ровни поезд обратно залазить, только уже по воде. В итоге сапоги все в воде. Лагерь «Дальневосточный фронт» простоит до 12 сентября. Если во время поисков будут найдены останки советских бойцов, то их захоронят на мемориале в селе Победино. С оказанием всех воинских почестей. Евгений Коньков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова